А вот мы одинаковые с американцами, мы начали разговор с того, что есть целый набор скандалов, которые у нас почему-то то ли невозможны, то ли не приживаются. Почему-то у нас идея харассмента, когда девушки делают комплименты, она же в суд не подаёт, она как-то воспринимает это, что подают, знаете, к сожалению, мой опыт жизни в Москве показывает, что некоторые девушки даже очень хотят, чтобы им сделали комплименты и активно как бы ждут этого. Что касается американцев, то опять же, я не американофил ни в коей мере вообще, хотя старая добрая Америка, она очень похожа на нас. И люди, обычные американцы, не вот эти вот гомосятина там веганская из Нью-Йорка, не эти придурки из Сан-Франциско. Я, кстати, там был один раз в Сан-Франциско, для меня это был ужас и кошмар. Я пошёл кофе попить, захожу в бар, там такие чуваки сидят на меня, посмотрели. Я сказал, поганые гомосеки, я им сказал, всё, и убежал. Оттуда вообще, ну, пошёл к нормальным мексиканцам, там нормально выпили, поговорили за жизнь. Мне даже предложили купить пистолет. Так вот, понимаете, нормальные американцы, они абсолютно нормальные остаются, хотя даже среди них происходит нравственная деградация. Это вы имеете в виду электора Трампа, реднеки, вот всё. Что такое нормальные американцы? Ну, знаете, в чём дело, вот как ни странно, правые республиканцы, правые республиканцы, они очень нам близки. Они просто слишком американские патриоты, поэтому они не в контакте с Россией. Но по ценностному набору, если посмотреть отношение к абортам, к вере, к семье, к государству, как к важному институту, сакральному практически, мы с ними очень похожи. Республиканская партия тратит несколько миллионов долларов на пропаганду отказа от абортов, например. К сожалению, через СМИ, как бы это там не было модным обвинять СМИ, я СМИ никогда не обвиняю, но, тем не менее, талантливые продюсеры, талантливые менеджеры, они могут влиять на сознание общественное. И безусловно постепенно, как вот американская стратегия, знаете-ка, не сразу там влупить кому-то, а вот так вот медленно-медленно накручивать круги, как стервятник американский, вот ждать, пока жертва ослабеет. Вот так и в американском обществе. Они постепенно внедряют, имплементируют вот эти ужасные антиамериканские, антиобщественные ценности, неолиберализма. Поэтому, и все идет, естественно, через гомосеков. В Москве такого вот, к счастью, гомосеков много, а ценностей они не могут своих внедрить, потому что есть некий дух. В Америке дух ослаб, в Америке много людей отказывается от традиционных ценностей, потому что им является вот что-то современное, модное. И, конечно, каждая курва, каждая профорсетка, которая научилась там рот раскрывать, там, не знаю, трясти задницей под рэп этот ужасный негритянский, она тут же начинает кричать, что там мы за права лесбиянок, за права геев, за права животных, мы там отказываемся от мяса, и вообще надо соушел-секьюрити давать всем. Вот, желательно.